В прошлый раз мы наконец настроили связь между сетью в GNS и нашей домашней сетью. Связывает их Router1, у которого на одном из интерфейсов есть адрес из домашней сети. Точно так же в реальной инфраструктуре у вас есть раутер, у которого на одном из интерфейсов есть публичный адрес, выданный провайдером. В реальной сети вы не можете так просто из дома подключиться в рабочую сеть. Как правило, для удаленной работы сотрудников организуют VPN-сервер, с помощью которого создается безопасный туннель из одной сети в другую. Почти все современные раутеры и UTM-решения имеют такой функционал, поэтому мы тоже будем поднимать свой VPN-сервер, но не сегодня. Даже без VPN мы можем организовать безопасный туннель и для этого достаточно одного SSH. Для начала представим, что нам надо подключиться по SSH к серверам. Самый примитивный способ – подключиться по SSH к раутеру, а дальше из него подключаться к другим машинкам. Например, к серверу 1. В принципе, и так сойдет. Но если у нас множество машин, и нам постоянно нужно заходить туда, сюда, это становится немножко неудобно. Мы раутер используем как промежуточный хост для подключения. Такие промежуточные хосты, через которые можно попасть из одной сети в другую, при этом без маршрутизации, называются джамп хостами. Не обращайте внимания, что мы используем роутер как джамп хост. На деле это может быть любая машинка, у которой есть доступ в обе сети. Так вот, SSH клиент может упростить подключение через джамп хосты. Достаточно сразу указать с помощью ключа J, что такой-то сервер является джамп хостом, а мы хотим подключиться туда-то. На фоне происходит тот же процесс, что и в прошлый раз. Сначала мы заходим на роутер, а уже потом на сервер 1. Мы все равно должны указывать пароли от обоих хостов. Но теперь для нас это выглядит не как два шага, а как один. Да, команда получилась подлиннее, но это дело поправимое. Мы можем в конфигах своего SSH клиента указать оба хоста. И сказать, что для подключения к сервер 1 нужно использовать роутер 1 как прокси джамп. И теперь для подключения достаточно указать имя целевого хоста, которое мы прописали в конфиге. Мы по-прежнему должны вводить пароли как от джамп хоста, так и целевого. Но даже это дело поправимое. Для этого нам нужны SSH ключи. Для начала сгенерируем ключи. Раз уж взялись строить инфраструктуру, давайте делать это правильно. Для начала вопрос. Должны ли мы делать для каждого сервера отдельный ключ? Или использовать один ключ на всех серверах? Несмотря на всю очевидность, вопрос довольно сложный. С одной стороны, иметь для каждого сервера отдельный ключ кажется безопаснее. Потеряв один приватный ключ, мы не подвергнем опасности остальные. С другой стороны, какая вероятность, что мы потеряем только один ключ, а не все сразу? Они же лежат в одной директории на одном компе админа, плюс еще куда-то бы капятся. Из-за того, что подобрать приватный ключ практически нереально, взломщикам будет гораздо легче украсть ключи с компьютера администратора. От этого мы можем защититься, поставив пароль на ключи. Правда, взломщик может генерацией паролей подобрать нужный. И тут, если у нас один пароль на все ключи, то опять же он получит доступ на все сервера. А вот если мы поставим разные пароли на разные ключи, то взлом всех ключей займет гораздо больше времени. Но, опять же, и это теоретически возможно. Поэтому, в идеальном случае, у нас должны быть разные ключи для разных хостов с разными паролями, и мы их должны периодически менять. Когда инфраструктура немаленькая, так заморачиваться с ключами отнимает слишком много времени. Возможно, если у нас очень критичные данные, и нас постоянно кто-то пытается взломать, это того стоит. Но в более спокойных условиях можно пойти на компромисс. Скажем, делить хосты по группам и на каждую группу выдать одну пару ключей с отдельным паролем. Ну и, естественно, периодически менять ключи. Исследуя нашему выводу, сгенерируем отдельный ключ для джамп-хоста. Назовем ключи ssh-jumphost и зададим пароль для приватного ключа. После генерации закинем ключ на джамп-хост с помощью команды ssh-copy-id. И после ввода пароля ключ добавился на сервер. Теперь при подключении к серверу надо указывать ключ, с помощью которого мы хотим зайти на роутер 1. При подключении нас просят ввести пароль от ключа, который мы создали. А после ввода пароля от ключа на сам сервер мы попадаем без пароля. Теперь сгенерируем ключи для серверов. Указываем для них отдельный файл и пароль. Прежде чем закинуть ключ на сервер 1, укажем в конфиг-файле, что для джамп-хоста требуется отдельный ключ. Теперь попытаемся закинуть ключ на сервер 1. ssh нас попросит несколько раз ввести пароль от ключа для джамп-хоста. Один раз он попытается зайти с помощью ключа, мало ли вдруг он уже установлен на сервере. Затем он попытается добавить ключ, для этого он дополнительно попросит пароль от самого сервера. Затем же мы увидим информацию о том, что ключ успешно добавлен. Теперь можем попытаться зайти с помощью ключа. Для этого надо будет ввести пароль от ключей джамп-хоста и серверов. После чего на сам сервер мы зайдем без пароля. Также укажем ключ в конфиг-файле, чтобы не указывать ключи при подключении. На этот раз при подключении мы опять же не указываем никакие опции, а просто вводим пароли от ключей. Но вводить эти пароли при каждом подключении может быть неудобно. Особенно когда у нас множество серверов и мы постоянно подключаемся туда-сюда. И вроде неохота постоянно вводить пароли, но они должны быть на ключах. Для этого есть простое решение – SH-агент. Вкратце, вы запускаете процесс SH-агента и добавляете в него ключи. Пока процесс работает, вам не нужно будет вводить пароли от ключей. Условно, начинайте работать, запускаете SH-агент и добавляете в него ключи, вводя пароли от ключей. Дальше спокойно работаете без паролей, прекращаете работать, идете на обед или перерыв, убиваете процесс. Для запуска агента используйте команду SH-агент. При этом команда показывает вам пару команд, с помощью которых вы должны создать переменное окружение. Без этих команд переменные не пропишутся. И тогда вы не сможете работать с агентом. SH-агент сам не может прописать эти переменные. Поэтому нужно вручную скопировать эти команды и выполнить. Но это может быть не совсем удобно. Есть и другой способ, но для этого давайте завершим процесс агента. А затем запустим новый, но через команду evl. Она сразу добавит переменные. Теперь мы можем добавить ключи в агент с помощью команды SH-add. После чего при попытке логина на сервер или jumphost никакого пароля не потребуется. И с одной стороны у нас ключи защищены паролем, а с другой теперь это так же удобно, как без пароля. Разве что перед работой надо прописать пару команд. Давайте постараемся сделать нашу схему чуть реальнее. Обычно в компаниях на роутере не стоит линукс. Либо там такой урезанный линукс, что мало что сделаешь. Поэтому сам роутер использовать в качестве jumphost не получится. Пусть лучше им будет сервер один. Но как, спросите вы, он же недоступен из интернета? А это дело поправимое. Когда у нас какой-то хост находится в изолированной сети и у нас нет к нему прямого доступа, мы все же можем к нему попасть, используя NAT. В прошлый раз мы разбирали source NAT, когда у наших пакетов на выходе из сети подменялся source IP и source port, чтобы пакеты могли вернуться обратно в сеть с приватными адресами. Сейчас же нам нужно, чтобы подменялись destination адреса, так как тот, кто хочет подключиться, не знает или не может подключиться к внутренним адресам. А нам нужно перенаправлять пакеты на внутренний адрес. Поэтому с помощью NAT мы можем заменить destination адрес и порт. Это называется dNAT, destination NAT или проброс портов. Итак, мы хотим, чтобы указывая адрес роутера 1, мы подключались по SSH к серверу 1. При этом из-за того, что наш роутер условно находится в интернете, 22-й порт использовать не стоит. В интернете куча ботов, которые пытаются взломать наш сервер. Поэтому выберем какой-нибудь нестандартный порт для SSH. Давайте перенаправлять всё, что приходит на внешний адрес роутера на порт 17777 на адрес сервера 1 по порту 22. Для этого заходим на сервер. Интерфейс с внешним адресом у нас находится в зоне External на Firewall. Здесь мы и должны пробросить порт. Команда получится чуть длинная, но ничего сложного в ней нет. Для начала мы указываем зону, в которой мы хотим добавить правила. Так как интерфейс находится в зоне External, её и указываем. Дальше используем ключ addForwardPort, чтобы добавить правила для проброса порта. После равно пишем, какой порт мы хотим пробросить. Порт равно 17777. Какой протокол? Proto равно TCP. На какой адрес? То ADDR 10.0.2.101. И на какой порт? То порт 22. Все эти значения разделяются двоеточиями. Ну и в конце не забываем указать permanent, чтобы наши изменения сохранились в настройках. После чего перегружаем правила. И проверяем результат. Как видите, в зоне External появилось правило под Forward Ports. Так как теперь наш сервер один доступен напрямую из интернета, то в настройках SSH убираем строчку ProxyJump, а вместо неё прописываем внешний адрес раутера и порт. При первом подключении мы видим сообщение, что наш компьютер узнал этот хост и раньше у него был адрес 10.0.2.101. Сейчас же мы подключаемся к нему по другому адресу. Пишем Yes и подключаемся без проблем. Теперь поднастроим раутер. Сейчас, условно, любой желающий может к нему подключиться по SSH. Для большей безопасности убираем эту возможность. Теперь у нас сложилась такая ситуация, что напрямую на роутер мы попасть не можем. Зато можем через сервер 1. То есть теперь в SSH конфиге указываем, что для подключения к роутеру 1 нужно использовать сервер 1. В качестве джамп хоста. Ну и пишем внутренний адрес роутера. Проверяем подключение. Всё работает. И наше соединение к роутеру теперь выглядит так. Сначала мы подключаемся к внешнему адресу роутера. По порту 17777. Оттуда Firewall перекидывает наши пакеты на сервер 1 на порт 22. Там мы логиняемся по SSH и сразу же подключаемся оттуда по SSH к внутреннему адресу роутера. И всё это одной командой. У вас может возникнуть вопрос. Почему бы просто не пробрасывать порты на все сервера? Зачем нужен джамп хост? Тут несколько причин. Во-первых, безопасность. Когда у вас джамп хост, то снаружи по SSH доступен только один хост. А это значит, что все попытки взлома будут направлены только на него. Пока его не взломают, все остальные хосты будут невидимы. По сути, джамп хост это ваша дверь в сеть. Легче защитить одну дверь, чем множество. Во-вторых, удобство. Когда у вас 3 сервера, можно и пробросом портов обойтись. А что если у вас 300 серверов? Что если они постоянно добавляются и удаляются? Что сидеть и постоянно пробрасывать порты? А так с одного джамп хоста можно попасть на все машинки. Итак, как сделать наше подключение еще безопаснее? Но для начала перестать использовать рута. Давайте вместо рута логиниться с помощью юзера. А для этого ключи нужно закинуть на пользователя. Так как теперь у нас джамп хостом является сервер 1, то и ключ кидаем соответствующий. А для раутера кидаем второй ключ. Потом нужно будет потереть старые ключи у рута. Поправляем shconfig файл. Во-первых, меняем пользователя на юзера, чтобы не приходилось при каждом подключении указывать его. Во-вторых, меняем ключи. После того, как убедимся, что подключение работает, лучше всего кое-что подправить на sh-сервере, который доступен из интернета. Находим строчку PermitRootLogin и меняем значение на но. Эта опция позволяет подключаться по sh пользователям рут. А так как все знают, что на любой линукс-системе есть пользователь рут, то и большинство ботов будут пытаться ломиться этим пользователям. Поэтому, запретив логиниться пользователям рут, мы немного усложняем работу бота, так как теперь им придется укладывать еще и логин пользователя, а не только пароль. А дальше находим строчку PasswordAuthentification и меняем на но. Таким образом запрещаю логин по паролю. Теперь единственным способом залогиниться будет использование sh-ключей, что отсеивает всех ботов, потому что вряд ли они могут достать наши sh-ключи. Хотя теоретически, какие-то боты могут использовать базу из каких-то слитых приватных ключей. Но это прям редкость. Этих настроек вполне хватает для большинства случаев, поэтому сохраняем конфиг и выходим. Чтобы применить настройки, перезапускаем shd. Для теста попытаемся залогиниться рутом. Как видите, сразу получаем ошибку. Permission denied. А если попытаться зайти обычным юзером, все получится. Хотя использование нестандартного порта запрету логина руту и запрет логина по паролям почти решают проблему с ботами, я не могу не рассказать про еще один механизм. Fail to ban. В нашей ситуации он не особо нужен. Но если вы не можете по каким-то причинам поменять стандартный порт, не можете запретить логиниться по паролям, то fail to ban вам пригодится. По сути, большинство ботов просто сканируют публичные адреса по 22-му и по другим часто используемым порта и пытаются подобрать пароль. Зачастую пароль рута, но иногда и какие-то другие стандартные логины. Этот тип атаки называется rootforce. Легкие пароли могут подобрать за пару минут, ну а служные, как повезет. Ну и один из вариантов хоть как-то сдерживать это, блокировать адреса, которые часто вводят неправильный пароль. Для этого, собственно, и нужен fail to ban. Он работает не только с SSH, но и с другими сервисами. Чтобы установить fail to ban, для начала надо подключить репозиторий EPL, а затем установить пакет с названием fail to ban. После установки давайте стартанем сервис и добавим его в автозагрузку. Fail to ban очень гибкая штука, которая позволяет защитить от брутфорса почти все, что угодно. Для некоторых сервисов, таких как SSH, есть готовые шаблоны, а для каких-то самописанных программ можно настроить самостоятельно. Дефолтные настройки fail to ban могут отличаться в зависимости от дистрибутива. Давайте проверим, защищает ли fail to ban сейчас что-то. Многие вещи делаются через его утилиту fail to ban клиент. Сейчас мы видим, что fail to ban ничего не защищает. А значит, нам надо создать файл etc fail to ban jail.local. Настройки различных сервисов есть в соседнем файле jail.conf. В jail.local мы лишь перезаписываем эти настройки, а также включаем их. Например, чтобы включить настройки SSH, добавим здесь пару строчек. После чего перезапустим сервис fail to ban. И еще раз проверим статусы через fail to ban клиент. Как видите, теперь у нас есть один jail SSH. И пока что ни одного забаненного IP. Но пока этого хватит. Настроек много, но детальнее с fail to ban мы поработаем как-нибудь в будущем. Если вам интересно, в интернете множество статей, да и в системе есть документация. Напоследок покажу, как с Windows подключаться. Любой SSH клиент поддерживает работу с jump-хостами и ключами. И MOBA XTORM не исключение. Для начала загенерируем ключи для SSH. В интерфейсе выбираем Tools, MOBA KEY GEN. В появившемся окне нажимаем Generate. Немного вводим мышкой, чтобы сгенерировать ключ. Затем опционально пишем комментарий к ключу, задаем пароль и подтверждаем его. Затем нажимаем Save Public Key. Выбираем папку для сохранения и названия файла. Также проделываем для приватного ключа. Я сохранил на рабочем столе. Вам же рекомендую держать ключи так, чтобы их не могли легко найти или украсть. Затем выделите и скопируйте публичный ключ из окна генератора. После чего вставьте ключ на сервере в домашней директории пользователя в файле sh-authorized case в новой строке. Причем убедитесь, чтобы один ключ был в одну строку. На первой строке у меня ключ, сгенерированный на Linux, а на второй – то, что в Mobile XTorm. После чего сохраните файл и выйдите. Таким же образом скопируйте ключ в файл authorized case на роутере. В идеале надо было сделать второй ключ, но я думаю вы с этим справитесь. Дальше закрываем окно генератора. В Mobile XTorm выбираем Session, SSH и заполняем поля. Remote Host – внешний адрес роутера. Юзернейм – юзер. Порт – 17777. И внизу во вкладке Advanced SSH Settings ставим галочку на Use Private Key и выбираем приватный ключ, который мы сохранили до этого. После чего нажимаем ОК. При подключении Mobile XTorm попросит пароль для ключа. Вводим его. После чего вы попадете на сервер. Теперь попробуем подключиться к роутеру, используя Server 1 как Jump Host. Начинаем так же. Session – SSH и заполняем поля. Remote Host – внутренний адрес роутера. Юзернейм – юзер. Порт – 22. Advanced SSH Settings – Private Key. Выбираем приватный ключ. Дальше открываете Network Settings и нажимаете на SSH Gateway. В появившемся окне заполняйте точно, как заполняли сервер 1. То есть внешний адрес, порт 17777 и приватный ключ от сервера. Кстати, тут есть кнопка Add Another Jump Host. Теоретически, ваши целевые сервера могут находиться за несколькими Jump Hostами. Но суть та же. Нажимаем ОК, а потом еще раз ОК. И вы сразу попадете на роутер. Mobile XTorm сохранил пароль от ключа. И пока вы не закроете его, вам не нужно будет вводить пароль от ключей, как мы это делали с SSH Агентом. Небольшая задачка для вас. Переименуйте сервер 1 в Jump Host. Организуйте отдельные ключи для хоста User 1. Поднимите еще один сервер. Закиньте на него соответствующие ключи. И подключитесь на все хосты через Jump Host. Давайте подведем итоги. Теперь у нас есть доступ в нашу инфраструктуру извне по SSH с помощью Jump Host и проброса портов. Мы также разобрали, как немного обезопасить наше подключение, запретив логин по руту и без ключей.